И депутаты и сенаторы предложили ввести в УК понятие мобилизация, да, то есть сейчас, видите, Путин, я думаю, перед этим выступлением он должен подписать, потому что в трех чтениях в Госдуме приняты законы соответствующие, и в Совете Федерации все прошло утверждение, а суть какая, да, то есть они понятие ввели, да, мобилизацию, что это такое, военное положение, что такое, ввели ответственность за добровольную сдачу в плен, тюремный срок от 3 до 10 лет, за мародерство 15 лет, за оставление воинской части во время мобилизации военного положения на срок от 2 до 10 суток и до 5 лет, ничего не понимают. Как это? Двое суток это могут не командиры дать, о чем речь? На срок от 10 дней до месяца и до 7 лет. Ну, в общем, короче, они там мудрят, у них крыша поехала, судя по всему. Усиленный сводный отряд из добровольцев будет сформирован в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Миняйло. В Кремле прокомментировали идею Кадырова объявить саму мобилизацию, да, вот предложение в объявлении саму мобилизации должно комментировать Министерство обороны и прочие-прочие, пешков выкручиваются. Судя по всему, у него нет никакой связи ни с Путиным, ни с кем, он так просто от балды что-то несет. Губернатор Магаданской области поддержал предложение Кадырова провести саму мобилизацию, да. Да, очень хорошо. Посмотрим, что будет с этими губернаторами. Некоторые из них соберут свое войско, да. Вы же понимаете, для чего это будет делаться, чтобы собрать какую-то армию, такую, как у удельного князя, да. Другие, ну, на этом пролетят, потому что команда, которая соберется, их вынесет просто. Вот, глава вот этой Запорожской областной, вот этой ВГА подписал указ о создании добровольческих батальонов, да. То есть, там будут добровольцев собирать, интересно, как они их будут, так же, как в ДНР с ЛНРом, я думаю, так же будут запихивать. Пушилин заявил, что на референдуме будет вопрос о вхождении ДНР в состав России. То есть, там они везде решили проводить мгновенно, то есть, им дана была команда, они бросились проводить референдумы. ЛНР внесут на референдум вопрос о вхождении в состав России на правах субъекта, да. Потом Херсонская область приняла решение о проведении референдума с 23 по 27. Это не Херсонская область, это те уж утырки, которые там сидят. Запорожские общественники обратились, ну и так далее, там тоже принято решение. Ну и вот меня спрашивают, тут прислали, что по замыслу российских властей референдумы призваны остановить продвижение украинских войск. Как же они их остановят? Которые якобы не рискнут наступать на территорию России. Обхохочется. Что, придурки, что ли? Бьют-то не по паспорту, бьют по морду. Они еще не понимают, что ли, этого? То есть, это никак не вырогатывает. Украинцам-то вообще до фонаря что-нибудь там придумали на этих территориях. Балбес какие. Ужас. Просто страшно. Бывает от мысли, кто там рулит, какие дегенераты совершенные. Или кто-то думает, что под этим уход украинцы напали на российскую территорию. Путин ядерное оружие будет применять? Тут засыт, я думаю. Если он будет применять, то только по полной программе. Сейчас я уже вижу, что, наверное, хотя, не знаю, Путин малифик, да, но вероятность в ближайшее время тактического применения ядерного оружия не очень высокая. А вот стратегического применения, наоборот, запредельная. Так что посмотрим. Но всё меняется каждый день, поэтому я вас буду информировать. Участвующим в этой специальной военной операции студентам предложили давать академический отпуск. Представляете, о чём речь идёт, понимаете, да? Сейчас они будут принимать в академическом отпуске для студентов, участвующих в военной операции. А потом их просто мобилизуют. Это то, о чём я говорил. Но будут под таким соусом, что сейчас уже, видите, вот студентики воюют, а у них академического отпуска нет. Их могут отчислить, а они воюют. Поэтому давайте сделаем, вот примем такой закон. И под это могут принимать закон. Потом просто этих студентов хватает туда, раз академический, вот иди, воюют, мобилизовали. Нет, у тебя отсрочка закончилась. Молодцы. В российском регионе появились подпольные бойцовские клубы для подростков в Сахалине. Ну, нормально, так и должно быть. Все готовятся, вы понимаете. Все прекрасно понимают, что будет завтра. То есть, все готовятся. Кто-то оружием запасается, кто-то тренирует банду свою, кто-то сам тренируется и так далее. Поэтому я говорю, самый важный вариант каждый должен знать. Как бы вы ни натренировались, какие вот хорошие варианты с Индиана Джонс и Священной Граль. Помните, там выходит мужик такой, с мечами крутит, вертит, стоит Индиана, смотрит, достает, кольт. Мужик брык и все. Вот он сколько, полжизни этими мечами крутил, тренировался, его за одну секунду застрелили. Поэтому я рекомендую людям запасаться оружием, я рекомендую этим людям изучать это оружие, тренироваться, чтобы уже до автоматизма все было и так далее. Ну, и собираться в определенные стаи, то есть, в партизанские отряды, взаимодействовать. Потому что, как у Маяковского, да, плох человек, когда он один. Горе одному, один не воин, каждый дюжий ему господин и даже слабый, если двое. Поэтому вам, безусловно, нужно. Но если в партию сгрудились малые, сдайся враг, замри и ляг. Партия рука миллиона палая, сжатая в один громящий кулак. Поэтому я предлагаю быть с нами, я предлагаю быть в народовластии, ну и формировать свои ячейки. Безусловно. И Собянин заявил, что иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в вооруженных силах Российской Федерации, смогут получить гражданство без длительного ожидания и других бюрократических преград. Дурак, что ли? Ну, представляете, надо заключить договор на год, воевать, да, контракт, воевать. За год оторвет точно или жопу, или голову, потому что этого гастарбайтера куда будут посылать? В ад будут посылать, а сзади будут стоять за град отряды. Если он в течение года выживет, то он получит российское гражданство. Это обхохочется, это что, гражданство США, подданство Великобритании, артисты такие, что он получит? На России скоро не будет, любой понимает, какой-то иностранный специалист, как их называют, да, он понимает, что скоро России не будет. Какое нахер гражданство? Причем я объявляю вот прям специально для этих иностранных специалистов, да, власть в России возьмем, мы сразу же обнуляем все паспорта, потому что она не будет называться Арефия. Это будет совсем другое государство, мы его назовем Россией, там, как-нибудь по-особенному, это будет другое государство, и паспорта мы выдадим не всем. У нас те, кто были нормальными людьми, они получат паспорта граждан, а кто были ненормальными, вот такие, которые ходили куда-то воевать, ну, они будут негражданами, и все. Ну, как вон, в Эстонии, в Латвии полно неграждан, так же, то есть, будут подвержены определенным люстрациям, да, то есть, они не просто неграждан, если там приехал гражданин какой-то другой страны, лицо без гражданства, он не будет терпеть такие унижения, как вот те, которые не получат наших паспортов. Поэтому я хотел бы остановить этих людей, если такие появятся, хотя я сомневаюсь, дураков не так много, он лучше пойдет кого-нибудь ограбить, даст денег ментам и все, и получит это гражданство паспортов, ему выпишут, и все. Слава, границы закроют в итоге или нет на выезд мужчинам? Пока не закроют, я думаю, но такой вариант возможен и не в далекой перспективе, да, то есть, вполне я допускаю, что скоро такое может случиться. Но, опять же, кому закроют? Всем, что ли, закроют? Нет, там детям Пескова закроют, детям Соловьева закроют. Нет, там, опять же, будет очень интересная конфигурация, и будет она как-нибудь очень хитро называться. Вячеслав, как сейчас откоситесь, начнут все грести? Активно? Откашивать можно только активно, да? То есть, если вы решите как-то полениться в этом вопросе, то вас загребут. Не надо косить, надо гасить. Согласен, это тоже активный вариант. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!